Сегодня на библейском портале Экзегет мы продолжаем наши беседы по трудным, сложным местам Священного Писания. И вопрос, который мы сегодня рассмотрим, хочет ли Господь очистить нас от проказы греха. И мы будем читать Евангелие от Матвея, 8 глава, 2-3 стих. И вот подошел прокаженный и, кланяясь ему, сказал, Господи, если хочешь, можешь меня очистить. Иисус, простершая руку, коснулся его и сказал. Здесь мы остановимся. Что мы видим в этом сюжете? Мы видим, что Господь только сошел с горы блаженств, только окончилась его нагорная проповедь, и в окружении множества народа Он спускается вниз. И, казалось бы, в этот торжественный момент, когда была произнесена самая возвышенная проповедь Иисуса Христа, должно произойти что-то очень торжественное, знаковое. Но появляется прокаженный. Писание показывает нам, что Господь и пришел в этот мир спасать таких людей. И прежде всего речь идет о проказе греха. Этот прокаженный человек ведет себя очень осторожно. Во-первых, в законе Божьем был прописан карантин для прокаженных людей, что они могут делать, а что они не могут делать. Кстати, Библия – это первая книга на земле, которая устанавливает карантин как заповедь Бога, как заповедь Творца. Поражает в действиях прокаженного то, что он говорит. Он не говорит «очисть меня». Он не восклицает Иисусе Христе, Сыне Давидов, помилуй меня. Он произносит «Господи, если хочешь, можешь меня очистить». Почему он добавляет вот эти слова «если хочешь», «если хочешь». Иными словами он как бы говорит «я знаю, что я заслужил того, что со мной происходит». «Я готов дальше нести на себе все это, но если хочешь, можешь меня очистить». Вот в этом «если хочешь» мы видим такую боль этого человека, такую усталость от этой проказа, от этой мацоры. Мацоры древние считали, что мацора проказа дается человеку за осуждение другого человека или других людей. И такой человек изгонялся в карантин из сообщества людей. Он не имел права приближаться к ним ближе, чем на определенное количество метров. Он должен был носить на себе одежду определенного цвета. К краям этой одежды подвязывались колокольчики, позвонки, чтобы в темноте было слышно, что идет прокаженный. А если он приближался к какому-то селению, городу, к любой группе людей, он должен был кричать о себе нечист, нечист, нечист. В Библии у пророка Исаии в первой главе весь мир, в котором мы с вами живем, представляется как некий коллективный прокаженный, покрытый проказой греха. И мы читаем у пророка Исаии. Увы, народ грешный, народ обремененный беззакониями, племя злодеев, сыны погибельные, оставили Господа, презрели святого Израилева, повернулись назад. Во что вас бить еще, продолжающее свое упорство? Вся голова в язвах, и все сердце исчахло. От подошвы ноги до темени головы нет у него здорового места. Язвы, пятна, гноящиеся раны, неочищенные и необвязанные, и несмягченные елеем, земля ваша опустошена, города ваши сожжены огнем, поля ваши в ваших глазах съедают чужие. Все опустело, как после разорения чужими, и осталось чей Сиона, как шатер виноградники, как шалаш в огороде, как осажденный город. Если бы Господь Саваоф не оставил нам небольшого остатка, то мы были бы то же, что Содом, уподобились бы Гоморре. Слушайте слово Господне, князья Содомские. Внимай закону Богу, Бога нашего, народ Гоморский, к чему мне множество жертв ваших. Я пресыщен всесожжениями овнов и туком откормленного скота, и крови тельцов, и агнцев, и козлов не хочу. Когда вы приходите являться пред лице моё, кто требует от вас, чтобы вы топтали дворы мои? Не носите больше даров тщетных. Курение, имеется в виду кождение, ладаном, отвратительно для меня. Новомесячи и суббот, праздничных собраний, речь идёт о религиозных праздниках, не могу терпеть беззакония и празднования. Новомесячи ваши и праздники ваши, ненавидит душа моя, они бремя для меня, мне тяжело нести их. Это первая глава книги Пророка Исаии с 4 по 14 стих. Мир представляется здесь как огромный коллективный прокажённый, покрытый проказы греха от темени головы и до подошвы ног. И мир точно является как коллективный прокажённый. Но есть отличие между тем прокажённым, который вышел навстречу Христу, и этим миром греха, в котором мы живём. Мир греха, порок и беззаконие не хочет пережить встречу со Христом. Для него лучше, как они думают, остаться в таком же состоянии. И погружённые в гедонизм, даже если они будут разлагаться, они и в этом найдут для себя какое-то преимущество, какое-то вдохновение. Потому что в людях, которые пребывают в нераскаянности, происходит некая осатанелость, иначе не скажешь. А тот прокажённый вышел навстречу ко Христу. И он, признавая всю справедливость Божьего суда над собою, восклицает, «Если хочешь, очись меня». Хочет ли Бог очистить нас от проказа греха? Чтобы ответить на этот вопрос, давайте прочитаем этот отрывок целиком. Евангелие от Матфея, 8 глава, 2-3 стих. То, что мы уже читали, и то, что мы ещё не прочитали. И вот подошёл прокажённый и, кланяясь ему, сказал, «Господи, если хочешь, можешь меня очистить». Иисус, простерши руку, коснулся его и сказал, «Хочу! Очистись!» Кто сказал «Хочу?» Тот, кто сказал «Да будет свет» и стал свет. Тот, кто сказал «Да будет твердь» и стал твердь. Логос, слово, Бог говорит «Хочу!» И апостол Павел пишет, что воля Божия есть освящение наше. «Хочу очистись!» Христос хочет очистить каждого из нас. И в Библии говорится со всей очевидностью, «Бог не хочет смерти грешного». Бог не хочет смерти умирающего. Бог хочет, чтобы все спаслись и пришли в единство, познание, веры. И когда Бог говорит «Хочу очистись!» что происходит, и Он тот час очистился от проказа. Братья и сестры, какая бы проказа греховная не обнаруживалась бы в нашей жизни, мы должны знать, что Господь хочет нас очистить. И в Библии сказано, Бог хочет, чтобы все люди спаслись. И Он призывает всех словами «Придите ко Мне все, труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас», имея в виду труждающихся на дьявола, обремененных грехами. Он призывает нас выйти из этого рабства, из этого ада, дьявольского Египта и пережить вхождение в святой ханаан, рая сладости. Ответ на этот вопрос – это, может быть, самый важный ответ, который можем мы услышать на страницах Святого Писания. Он хочет, чтобы мы спаслись. И Он это делает. Берегите себя. Вовремя подписывайтесь на библейский портал «Экзегет», чтобы получать сообщения о новых беседах и не пропускать их. С Богом!